Слава Богу, друзья, присаживайтесь. Это великая радость и приобретение сегодня, быть в общении с Ним, как мы спели сегодня. Я хочу начать сегодня наше размышление и тему, и мысли, и место из Библии, которое мы будем читать, для нашего освящения и для нашего назидания. Я бы хотел задать один вопрос. Читающие Библию, Новый Завет, и следующие слова Христа. Какое время повторится? Время жизни человечества. По словам Христа. Какое время люди будут проживать снова? Будет все точно так же, как было тогда. Громче. Водниное. И как водниное. Я бы хотел сегодня очень серьезно заострить это внимание. Конечно, на это готовится другая проповедь, но как видение и сегодня наше предостережение о том, как мы должны жить, как мы должны ожидать восхищения Церкви и о том, что мы очень близко. Наше время очень сильно похоже на то, как было во времена Ноя. Я хочу сегодня сделать очень короткую сравнение и потом сказать о применении, и мы помолимся. Давайте прочитаем слова Христа, которые Он сказал в Евангелии от Матфея, 24 глава, 36-39 стих. Этот отрывок, 24-25 глава, это был разговор Иисуса Христа с учениками, когда Он показывал им на храм, и Он говорил, что будет все разрушено, что Он придет второй раз. И ученики задавали вопрос, когда это будет, какие признаки. Очень много разных таких деталей, элементов, которые Христос сказал, но хочу обратить внимание с вами сегодня на слова Христа с 36 по 39 стих, где Христос, отвечая на вопрос учеников, отвечая, говорит, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но, обратите внимание на вот это слово «но». Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Конечно же, мы не знаем время, и, конечно же, луп, наверное, тот человек, который назначает даты, говорит какие-то вещи, но Писание предупреждает нас о полной готовности каждый день. Каждый день быть готовым. Интересно, в 2012 году в Нидерландах был построен огромный ковчег размерами 300 фит на 75, очень похожий на тот ковчег, который описан в Библии. Более того, этот ковчег тоже умеет плавать. Он находится в Нидерландах, там на большом таком озере. Этот человек вложил очень много денег туда. Когда у него спросили, зачем он это сделал, он сказал, я хочу, чтобы люди, которые живут в это время Ноя, задавали себе вопрос, как наше время очень сильно похоже на то время, когда жил Ной. Вторая иллюстрация – это то, что Билли Греймф уже, когда он писал последнее издание своего журнала «Решение», он сказал, что на землю возвращаются времена Ноя, и многих людей ждет что-то ужасное, которые беспечно живут сегодня. Знаете, церковь – это те люди, которые не должны жить беспечно. Потому что у нас сегодня есть Писание, у нас есть предостережение, у нас есть Слово Божие, у нас есть ожидание, у нас есть понимание. И очень много разных текстов Писания, которые говорят нам о том, чтобы мы бодрствовали, молились и ожидали. Перед тем, как мы посмотрим на то, какие должны быть наши действия, три вещи. Я хотел бы посмотреть на сравнение, как время сегодня похоже на то время, когда был Ной. Интересно, что Христос не говорит, это будет как время Павла, это не будет как время Авраама, это не будет как время, может быть, Адама, но это будет как время Ноя. Почему? Как минимум четыре вещи, которые говорят о том, что наше время очень сильно похоже на то время, когда было время Ноя. Первое, это поколение было беспечно. Оно было беспечно. Оно не думало. Смотрите, написано, что мы прочитали, и как во дни Ноя, так будет и во дни пришествия человека. Ибо во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж. То есть обычное время, обычная жизнь, обычный день. Интересно, что дальше написано, что две мелющие, два в поле, две мелющие, один берется, один оставляется. То есть люди на обычном дне, обычная работа, обычный будний день. То есть беспечные люди. Следующее, можно сказать, что это люди, которые были сконцентрированы только на настоящем. Только вот то, что сейчас. То, что будет, не интересует. Только то, что мне надо сейчас. Сконцентрированы на настоящем. Это люди, которые игнорировали послание небес. Интересно, что Бог сказал Ною, Он пришел, увидел и сказал, что строй ковчег, и Ной проповедовал о том, что будет потоп. Интересно, ковчег строили не одну неделю, не месяц. Вы знаете, сколько строили ковчег? Более ста лет. Примерно сто двадцать лет Ной строил ковчег. Сто двадцать лет. Это звучал призыв к спасению. Интересно, что проповедь Ноя, от проповеди Ноя спаслось только восемь человек. Это Ноя и его семья. И больше никто. И больше никто. Интересно, что спасся только тот, который вошел дверью в ковчег. Аналогия двери – это Христос есть дверь. Он есть спасение. Только, знаете, через эту дверь влетел орел, через эту дверь вошел большой слон, через эту дверь запрыгнул кузнечик, через эту дверь вошли Ной и его семья. Только те, кто вошли в дверь, те спаслись. Точно так, только во Христе спасение. Только Он есть путь истинной жизни. Это говорит Писание, это говорит Евангелие. Интересно, что еще одна аналогия, которая связана со временем Ноя, это там записано, Бытие 6 глава 5 стих, если вы прочитаете эту историю, написано, «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». Вот это слово «развращение». Одна статистика. Две третих всех загрузок в интернете связаны с порнографией сегодня. Две третих. Как вы думаете, похоже это время на то великое развращение? Очень похоже время на время Ноя. И последнее, чем очень будет похоже, о чем говорит Христос, очень будет похоже, это то, что те люди, так и в это время, люди будут застегнуты врасплох. Почему? Потому что написано, «И не думали, и не думали. И пришел Сын Человеческий. И не думали, как двери Ковчега закрылись». И знаете, и потом уже было поздно. Когда двери Ковчега закрыты были, спасся только Ноя и его семья, и все. И животные, которые были там. Понимая все это, я хотел бы сегодня перед нашей молитвой, перед тем, когда мы будем размышлять о своем сердце, о своей жизни, преклоняться перед Господом, хотел бы обратить внимание на три конкретных действия, которые Христос предлагает ученикам и сегодня, как Церкви Его. Что нам делать? Как нам готовиться к этому времени? Что нам каждый день, о чем нам думать? Интересно, Христос, Он говорит им притчами, и первую притчу, Он говорит такие слова, Он начинает и говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». То есть, главное бодрствовать, это следить, не засыпать. И дальше Он приводит притчу, Он говорит, первая притча, это о том, как был раб, который исполнял поручение. Смотрите, давайте ее прочитаем. Это 24 глава, 45 по 51 стих. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот будет зол и скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает внезапности, и в час, в который он не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами, и там будет плач и скрежет зубов». Итак, вот эта первая история, о которой говорит Христос, эта история говорит сегодня нам о том, что люди, которые ожидают Христа, мы сегодня, это те люди, которые исполняют поручения. Какое поручение Христос нам дал? Идите и научите. Идите и проповедуйте. Идите и покажите. Не обязательно, знаете, проповедовать стоять на кафедре или еще это. Нашей жизнью, нашими приоритетами, нашими ценностями, нашей жизнью. Что люди, которые смотрят на нашу жизнь, чему они учатся? Чему учатся наши дети, которые живут с нами? Чему учатся наши родные? Чему учатся наши люди, которые работают с нами? Знаете, чтобы наше доброе имя христианин не было запачкано неправильной жизнью, неправильной проповедью, неправильным поручением. Поэтому блажен тот, который исполняет поручения. Это конкретное действие, то есть человек, который ожидает Христа, Он исполняет это. Второе, я хочу обратить внимание на эту историю о пяти разумных и пяти неразумных девах. Мы не будем говорить обо всех деталях, которые здесь есть. Очень много толкований есть. Я хочу обратить лишь внимание на 2, 3 и 4 стих. Смотрите, Христос говорит, «Тогда подобно Царство Небесное десяти девам, которые взял светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных». И вот тут Библия, Писание, Христос сразу же говорит, кто есть мудрый и кто неразумный. Смотрите, «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Я хочу вот здесь, до этого места. Смотрите, две категории людей отличаются только тем, что одни готовились к будущим событиям, а другие вообще не готовились. Одни заранее говорили и думали, знали, что это произойдет, это неизбежно, это будет, это Божье обещание, это пророчество, это Божье слово. А другие вид делали, что идут, что да, но по-настоящему ничего не сделали. Вы знаете, как есть одна история, когда в одном городе очень долго не было дождя и собралась церковь, чтобы помолиться о дожде. И пришел только один мальчик с зонтиком, больше никто. Но это такая иллюстрация, подумать о нашей вере. Насколько мы сегодня готовимся, насколько сегодня наши планы, наши приоритеты, наши действия, наши слова, наша жизнь говорит о том, что будет, что мы надеемся, что Христос придет, что мы ожидаем его. Потому что Библия четко называет неразумных тех, кто суетится сегодня-сейчас и не думает, что будет завтра, и не думает, что будет вечность. Это поколение Ноя, которые были сосредоточены только здесь, сейчас и сегодня. И больше ничего. Интересный урок, который можно взять. И, кстати, после первой, после второй, после третьей, Христос говорит один и тот же стих, который четыре раза повторяется. Он звучит так. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. То есть, итог Он говорит бодрствуйте. Но из этой второй истории, что можно сказать? Если первое, мы сказали, исполнять поручение, то второе, это можно сказать, что готовиться уже сейчас, уже сегодня, уже здесь. Не завтра, не с понедельника, не с Нового года. Прямо сегодня, прямо сейчас, прямо здесь. Если мы не готовимся, начинайте готовиться. Почему? Потому что в момент внезапности, интересно, как во времена Ноя была внезапность, как в этой истории пришел Господин, который не думал внезапность, как и эти девы, которые, они заснули и внезапно пришел, внезапность. Они не знали, вот сейчас придет. Внезапность. Постигла внезапность. Но одни были готовы, а другие нет. И интересно, что в момент этой внезапности, вот этой готовностью невозможно будет делиться. Она четко определит людей, которые готовились и которые не готовились. Она четко определит людей, которые жили с правильным, знаете, верою, направленной в небеса, или те люди, которые делали красивую видимость. восхищение. Восхищение это поставит все на свои места. Последнее, о чем хочу сказать, о чем говорил Христос, это о том, как Господин один отправлялся в дальнюю страну и призвал слуг своих и дал им таланты. Помните? Одному дал пять талантов, другому дал два таланта, да, по-моему. Одному дал два таланта и последнему дал один талант. Написано, каждому по силе, каждому по, правильно, пять, два и один. Каждому по силе. То есть, каждый получил и отправился. И проходило долгое время. Интересно, смотрите, вот здесь написано, одному дал пять талантов, другому два таланта, иному один, каждому по его силе. Это 15 стих. По его силе. И тотчас отправился. Получивший же пять талантов, пошел, употребил их в дело и обрел другие пять талантов. Точно так же, получивший и два таланта, приобрел другие два таланта. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Обратите внимание, по долгом времени, время прошло очень долго, можно было забыть, можно было уже сказать, то, наверное, господин не придет, но те ждали, те работали, те делали, те ожидали, те ожидали дать отчет, если он придет сегодня. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший и два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший, интересно, хочу обратить внимание на первый и второй, их награда не отличалась, пять и десять не отличалась, и тот, и тот вошел в радость господина, ничем, посмотрите, слово в слово. Подошел, получивший и один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Интересную тактику он выбрал, да? Смотрите, Христос ему отвечает его же лукавостью. Он говорит ему, господин же его сказал ему в ответ, лукавый и ленивый раб, ты знал, что я жну, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. О чем здесь говорится? Христос это не тот, кто собирает там, где не рассыпал, и это не тот, но он говорит, он сам говорит его славя, говорит, я знаю, я знал, что ты. Он говорит, если бы ты по-настоящему знал, если бы ты по-настоящему даже верил хотя бы в те слова, которые ты мне сейчас говоришь, то как некоторые люди говорят, ты бы зубами землю ел бы, но один талант бы принес бы еще. Но это лукавый ленивый раб. И написано дальше, итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему даться и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышать да слышит. О чем говорит третья история? Если первая говорит об исполнении поручения, вторая о готовности прямо сейчас и в момент внезапности ее нельзя будет поделиться, то третья вещь говорит о том, что лень равна неготовности. Лень на Ниве Божьей равна неготовности. Интересно, что этот Господин раздал всем таланты. Что имеем сегодня мы? Знаете, я так посчитал просто, конечно, каждый из нас работает, зарабатывает, чтобы мы могли иметь питание и много нужд разных для того, чтобы жить, существовать, чтобы наши семьи были одеты. И вы знаете, я подумал, реально, каждому из нас Бог дает на каждый день энергию нашему телу, правда? Примерно вот если посчитать, так сказать, то от 2000 до 2800 калорий каждый человек в день сжигает. Я не знаю, если это перевести по физике, сколько это будет энергетических джоулей, или то, что может быть power или horse сколько это будет, или киловатт. Но интересно, что вот если взять 2700 примерно среднее, умножить на 30 дней и умножить на 12 один год и умножить хотя бы на 60 лет, это 58 миллионов калорий энергии каждому из нас Бог дал. Или, может быть, кто-то проживет меньше, больше, по-разному, каждому по силе, как здесь написано в этой притче. Зададим ли мы себе вопрос, куда расходуется наша энергия? в вечное или закопать в землю? Знаете, этот вопрос, я думаю, должен остаться каждого в сердце, чтобы каждый сам мог честно на него ответить. Я верю, что Дух Святой, который живет в нас, Он укажет нам на каждое действие, мысль или направление, которое есть в нашей жизни, которое подходит или не подходит. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли встать и молиться о нашей жизни, о нашей готовности и о нашей церкви. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok